Слава Богу, приветствую еще раз вас всех народ Божий. Христос воскрес! И знаете, действительно, Он воистину воскрес. Очень много людей с моего города, и не только, они, знаете, свидетели тому, что я погибал. Я действительно по жизни погибал. Я сделал неправильный выбор в своей жизни, и я шел к погибели. И Христос, Он действительно воскрес. И в тот день, в день моего покаяния, в тот день, когда я примирился с Господом, Христос, Он действительно воскрес во мне. И знаете, по милости Его Божией, я сегодня живу. Я сегодня живу, и я сегодня свидетельствую вам о том, что Христос, Он воскрес. И воскрес Он в моем сердце, и я сегодня живу новой жизнью, и вам сегодня об этом говорю. В церкви воскресения Христова мы с вами продолжаем серию проповедей, и мы с вами двигаемся по книге Откровения Иоанна, и мы с вами сегодня разбираем письмо, письмо к церкви Сардийской. И я сегодня предлагаю нам всем взять у руки Библии и открыть третью главу книги Откровения, и давайте вместе с вами зачитаем сегодня письмо к церкви. С первого стиха по шестой стих, третья глава книги Откровения. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий обличется в белой одежде, и не сглажу имени его с книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Ибо, имеющий ухода, слышит, что дух говорит церквям. Знаете, это то письмо, оно сжатое, всего лишь шесть стихов, но в нем таится весь смысл, что Господь говорит к церкви. В этом маленьком послании он все излагает, то, что он видит. И знаете, то, что я в начале нашего служения зачитал, и ангелу Сардисской церкви напишет, так говорит, имеющий семь духов Божьим и семь звезд. Это действительно свидетельствует о том, что все Божьи церкви, они все принадлежат Иисусу Христу. Это все Божьи церкви. Они принадлежат тому, кто отдал свою жизнь, пошел на крест и был распят. Он за церкви положил свою жизнь, и они действительно принадлежат только Ему. Сардисская церковь, она принадлежит Богу. И Он говорит, я знаю твои дела. Знаете, я посмотрел на исторический фон города Сардис. Этот город, он находится в центре всех городов, которые мы, в центре всех церквей, которые семи церквей мы с вами разбираем. Он прямо посередине, по карте находится. И он находится на такой возвышенности, что, ну, как бы можно сказать, на горе. На возвышенности находится этот город, в котором стоит церковь Сардисская. И он окруженный большой стеной. Этот город, он действительно, он тяжело был преодолев тех людей, которые решили напасть на него и завладеть. Это тяжело было. Надо было взобраться на эту вершину, и пред ними преграда была, высокая стена. И он тяжело был, этот город, преодолим. Этот город, он очень был богат. Он был состоятельный город. В этом городе было открытие то, что они открыли, как можно красить в разные цвета шерсть. И этим славился этот город. И он очень хорошо зарабатывал деньги этим, этот город. Он был состоятельный. Он был на возвышенности, была высокая стена. Он был состоятельный город, богат. И те войска, которые решили захватить этот город, это было тяжелое, надо было преодолеть путь. В физическом даже уровне, чтобы добраться до него. И знаете, был однажды такой случай, когда один воин этого города, этой церкви, Сардис, в котором стоял в городе церковь эта, одна из страж, он уронил, уронил свой шлем. И этот шлем, были в стенах такие трещины, что он покатился аж вниз. И он по этой трещине спустился вниз, достал свой шлем. И знаете, я читал эту историю про этот город, про церковь. Я не знаю, кто насадил эту церковь. Я не знаю, после чьей проповеди, после чего свидетельства, там была насаждена церковь, но она там была. И эта церковь, она была Божья. Она принадлежала Иисусу Христу в этом городе Сардис. И знаете, жители этого города, они жили в таком расслабленном состоянии, что даже, когда могущественные, отважные воины, когда взобрались на стену, в эту трещину, и они завладели этим городом, оказалось, знаете что? Что даже страж, он не стоял, на своей службе. Вот до такой степени было расслабленное состояние жителей этого города. К чему это я говорю? Я хочу, чтобы мы сейчас с вами параллельно посмотрели на жизнь духовного человека. Знаете, я христианин. Я во Христе Иисусе. И вопрос, знаете, сегодня ко всем, пусть он звучит, ну и что? Что ты во Христе Иисусе, что дальше? Ну и что, что я сегодня член церкви? Ну и что, что я сегодня хожу на каждое служение? Ну и что, что я сегодня в домашней группе? Ну и что? Знаете, те жители того города, Сардис, и там были воины, и там был страж, и жили уже, дошло до того, что даже они не становились на стражу охраны в свое время. часовых там не было. Часовых там не было. Когда взобралось войско очередной раз, два раза было нападение на этот город, и на третий раз его сравняли вообще с лицом земли, этот город. На сегодняшний день нету этого города. На сегодняшний день там остались какие-то две развалины, и маленькая деревушка есть с названием Сардис. И там сегодня продают напоминания, такие статуэтки, на холодильник, как вешают магнитики, про этот знаменитый, про этот богатый, про этот состоятельный город Сардис, в которой была церковь Божия. На третий раз, когда было нападение на этот город, его сравняли с лицом земли. И там сегодня руины. Знаете, и как духовный человек ты сегодня член церкви, ты сегодня молишься, ты говоришь, что во Христе Иисусе. Но если ты сегодня не бодрствуешь, если ты сегодня не пребываешь в единстве, если ты сегодня не пребываешь в едином мышлении с церковью, в единой молитве с церковью, в единстве, то, знаете, можно оказаться, как этот знаменитый величайший город, в котором стояла такая церковь сардийская, которая пишет письмо Господь, и Он говорит, я знаю твои дела, я знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертвый. Я говорю сегодня, что я на примере себя буду говорить, что ты сегодня верующий, что ты сегодня член церкви, что ты сегодня ходишь в домашние группы, ты сегодня молишься, Господь говорит, я знаю твои дела, это обращение идет в церкви, ты говоришь, что ты жив, но Божий взгляд на церковь, Он говорит, ты мертвый. Смотрите, дорогие мои, чтобы мы с вами не жили в этом самообмане, что я сегодня говорю, что я во Христе Иисусе, что я сегодня говорю, что я член церкви, что я сегодня являюсь той частицей, которая наполняет церковь, но Божий взгляд, Он говорит, слушай, Господь говорит, я смотрю на тебя, а ты мертвый, тебе кажется это все, это твоя точка зрения, что ты таков, но Бог говорит, я смотрю, ты мертвый. Я сегодня хотел бы делать акцент на том, чтобы мы с вами сегодня бодрствовали в единстве. Господь говорит здесь такие вещи, бодрствуй, второй стих, и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. И даже тот город, Сардис, который на сегодняшний день, он разрушенный, одни руины, чтобы мы с вами, как верующие, не оказались пустыми, разрушенными в тот день, когда мы с вами встретимся с Господом Иисусом Христом. Чтобы мы с вами сегодня бодрствовали в единстве с церковью, чтобы мы с вами сегодня бодрствовали. Бодрствовали в молитве, бодрствовали в покаянии. В каждом дне мы обновлялись, как народ, который принадлежит сегодня Иисусу Христу. И вот он, третий стих, что он говорит, вспомни, что ты принял и слышал. Знаете, если даже сегодня ты, брат или сестра, в том состоянии, когда ты, знаешь, как в тупике встал, и ты не видишь выхода. Я обращаюсь сегодня к верующим людям, когда руки опустились твои, когда ты говоришь, что я христианин, но сегодня твое сердце, оно далеко сегодня от Господа. И ты сегодня обличаемый Духом Святым, и тебе сегодня тяжело. Бог говорит, что даже такому человеку, это как на прообразе города сегодня Сардийского, в котором стояла та величайшая церковь. Бог говорит, я имею сегодня к тебе это слово. Он говорит, вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Сегодня Бог сегодня к нам с вами говорит. Он говорит, вспомни тот первый день. Я сегодня не просто так начал эту проповедь, с того, что действительно Христос, Он воскрес в моем сердце. И я вспоминаю тот день, когда Бог меня нашел, и когда Он призвал, когда я никому не нужен был. С зависимостью, наркоман, в больном состоянии, всем должен, со всеми переругался, нету ни друзей. В тот день примирения, когда я покаялся Господу, говорю, помоги ты мне. Я уже не знаю, где мне и в ком мне искать выход в этой жизни. Я запутался. Знаете, сегодня наше духовное состояние, если сегодня тебе похоже, брат и сестра, что ты сегодня запутался, ты не видишь сегодня выхода, Господь говорит в третьем стихе, вспомни, что ты принял и что ты слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Дорогие мои, чтоб не было поздно, если есть сегодняшний день в твоей жизни, в сегодняшнем дне покайся, в сегодняшнем дне примирись с Господом, восстань в бодрствовании с церковью, восстань в бодрствовании, начни посещать домашние группы, найди собрание святых, стань членом этого собрания, восстань, восстань духовно, примирись с Господом. И знаете, Марка, Евангелие от Марка, 13 глава, 37 стих говорит нам сегодня такие слова, а что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Сегодня пусть будет основана моя проповедь, сегодня на слове бодрствуйте, бодрствуйте в день покаяния, с того дня, когда ты примирился с Богом, сегодня восстань в бодрствовании, сегодня восстань в молитве к Богу, сегодня восстань в бодрствовании Слова Божьего, начни каждый день его читать, пусть это станет привычкой, изучай Слово Божье, узнавай о Господе все больше и больше. Прикрепись сегодня к собранию святых. Я сегодня призываю всех вас, обратите внимание на это письмо к церкви. Сегодня Господь, Он говорит, что Он знает наши с вами дела. Он каждого человека знает дела. Давайте вместе с вами будем иметь сегодня примирение с Богом, покаяние к Иисусу Христу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok